Добрый день! В гостях у Prime One сегодня проект Safari с замечательной Оксаной Дмитрией. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Вашему проекту недавно исполнился год. Мы вас поздравляем. Расскажите, как отметили? Это, собственно, совпало с моим днем рождения, 29 мая, и мы его чудесно отметили в форме концерта. Собственно, такой добрый квартирник среди всех своих любимых артистов в клубе «Сплетни». Да, была большая тусовка. Очень порадовали наши гости, друзья, своими подарками музыкальными, особенно Оксану. Но, в общем, было море вокала и позитива. Это было нечто, я скажу. Расскажите, откуда такое жаркое название «Сафари»? Такое жаркое название, кстати, придумал Дмитрий. Ну, вообще, когда наш коллектив, он образовывался, да, мы не только коллектив, мы вообще всегда вместе. И вот то, что нас в первую очередь объединило, это наша, вот эта жаркая энергия, которую мы хотели отдать всем людям, которые будут слушать нашу музыку. И оно как-то само пришло в голову, и только вот так я видел, что можно называться этот союз. Мы сами по себе, поэтому только «Сафари». А вот, насколько я знаю, вы пара, и вместе вы уже 4 года, а проект существует год. Кто являлся его инициатором? Оба. Мы оба пришли, наконец-то, к правильному решению, так сказать, откинув все то, что было до этого, все неправильные проекты, которые ввели не туда, ну, в частности, меня и его, и вот решили, наконец, свои музыкальные силы соединить. Знаете, это как магниты притяжения, но рано или поздно сводят вместе людей. А когда вы поняли, что хотите заниматься именно музыкой? Ой, я поняла, наверное, года в три. И я тоже очень-очень давно, даже не могу сказать, сколько лет, наверное, 12-15 назад. Хорошо, расскажите, как вы проводите свое свободное время? О, как мы его проводим. Музыка? Да, у нас вообще свободное время не так. Практически сейчас и нету. Сложились музыка? Да, наверное. Да и от нее как-то отдыхать не хочется просто. Это то, что течет внутри нас. Вы любите путешествовать? Очень. Очень. Но, к сожалению, очень редко получается. Вот мы путешествовали в этом году в Грецию ездили. Наконец-то отдохнули. Были очень-очень рады, счастливы. У нас, к сожалению, так редко получается веселиться, отрываться и не думать порой даже о концертах. Потому что жизнь набирает обороты с каждым днем. Вот, собственно, путешествовать мы обожаем. Планируем еще очень много, куда поехать. Несмотря на то, что вы довольно молодой проект, наверняка уже с вами случались какие-нибудь казусы. Расскажите о них. О, последний наш казус. Да, да, наверное, да, последний. Расскажем об Улан-Удэ? Не вопрос. Давай, рассказывай. В общем, это должно было быть, да, рядовое путешествие из города А в город Б. И вот мы садимся на самолет. Три часа ночи. Вот мы летим из Москвы в Улан-Удэ. Три часа ночи, и наш самолет сажают в аэропорту. Сажают в аэропорт Новосибирска, как бы, чтобы дозаправиться. Ну, естественно, все в шоке, потому что знают, что это прямой рейс, который летает. И вот мы начинаем ждать в аэропорту. И сначала через два часа самолет будет. Потом опять через два часа самолет будет. Таким образом проходит 10 часов. Мы понимаем, что самолета не будет, как бы. А концерт в Улан-Удэ, не в Новосибирске. Да, и уже организатор начинает потихоньку организовывать тотализатор на входе. Ну, чтобы хоть как-то отбить затраты, да. То есть прилетим мы вообще или нет. Опасные пассажиры такие уже. Да, и вместо того, чтобы пробыть целый день в Улан-Удэ, в этом замечательном городе, да, мы... Да, очень хороши гости. Мы провели его в аэропорту. Да, просто на лавочках. Вот, и самое веселое было то, что нам уже предлагали в аэропорту Новосибирска сделать концерт вместо Улан-Удэ. Как бы, ну, чтобы все было хорошо у вас, ребята, чтобы вы не проиграли. Но под финалом все закончилось очень хорошо. Мы прилетели, ни капельки не поспали, не отдохнули с корабля на бал, выступили и обратно в аэропорт. Упали в самолет. Вот чудный случай. Да, если бы не замечательный организатор Улан-Удэ, мы бы, наверное, там так и остались, потому что мы просто не встали. Зато были бы самым ярким проектом этого города. Да. Наверное, возможно, даже пожизненным проектом этого города. Скажите, а вас никогда не пытались сравнить с Потапом и Настей Каменских? О, пытались. И неоднократно. Более того, редакторы любых радиостанций говорят, ну да, да, ребят, двигайтесь вот в этом направлении. А мы очень уперты, мы очень не хотим двигаться в направлении, к этому двигаются другие какие-то люди, потому что у нас есть свое, свежее представление о музыке, о том, как и что это должно быть. Вот. Ну. Накипело. Да. А случаются ли у вас какие-то уже конфликты со СМИ? Ведь желтая пресса не дремлет. Ну, пока, слава богу, нет. Единственное, что были некоторые, кажется, с прошлыми проектами. Не со СМИ, а с вот такими столкновениями интересов различных людей, да, которые вот какие-то медийные люди, да, бывают, сталкиваются, это без этого никуда. И частенько бывает такое, что просто вот, если ты яркий, ты все время кого-то слепишь, и кто-то хочет вот, ну, прикройся, прикройся маленько. Вот так. С СМИ, слава богу, будет. Пока. А давайте поговорим на чистоту, вот каких высот хочется вам добиться в этой жизни, вот и в карьере. Вот. К чему стремитесь? Или это просто жизнь, творчество для себя? Нет, ни в коем случае. Это не творчество для себя, это творчество для... Ну, для себя это и так понятно. То есть люди, которые двигаются и занимаются ежедневно этим, это понятно, что для себя. Потому что не любя это дело, даже не захочешь заходить в это болото, даже по щекутку. В первую очередь это для людей, и конкретно проект Сафари, он именно для людей, он даже более, хочу сказать, для русских людей. То есть мы люди, которые начинали с западной музыкой, музыки, и ей занимаемся тоже, и планируем, естественно, дальше за горизонты этой страны. Но именно проект Сафари очень хочет, чтобы русские люди полюбили и поняли, что можно... Как это сказать? Ну, в общем, я, наверное... Можно не сравнивать никого ни с кем, а просто принимать, что вот что-то новое приходит, вот такое вот что-то необычное. Вот там люди в татуировках, люди, которые драйвовые на сцене, они выглядят и поют, и читают, и сочиняют, и это что-то новое. А вы можете как-то охарактеризовать изюминку своего проекта? Вот почему вот вы, а не другие? Да вечный нон-стоп, драйв, вот во всем это. Драйв, вечный нон-стоп, очень много идей. И, кстати... И каждая песня у нас... Не похожа на предыдущую. Да, не похожа на предыдущую, и каждая песня — это история. Это наша кредо просто. То есть пока мы не сочиним эту историю, о чем она... На каждой песне можно было снять фильм, чтобы вот так вот... Ну, знаете, это как на льва охотиться. Надо быть всегда просто на волне, и на чем тебя скушать. Вот это примерно так. У нас есть такой один стандартный вопрос, но основополагающий. Какими вы себя видите через 10 лет? Такой прогноз. Я все еще себя южбородатым. И без своей броды просто через 10 лет еду. Я надеюсь, что через 10 лет на моем концерте будет там не 100 человек, а миллион. Миллион, да. Об этом я мечтаю. Рекорд. Она хочет побить просто, чтобы вот у Псая был миллион просмотров на Ютубе. Миллиард. А она хочет, чтобы я был миллион просмотров вживую сразу. А маленький успех, и здесь есть миллион людей. И лопнул наконец-то. Мы вам желаем всего этого. Желаем счастья, здоровья, успехов, чтобы ваш проект действительно стал топовым, хитовым, побил все рекорды. Спасибо огромное. Вам спасибо за общение. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.